Совсем немного времени остается до промежуточных выборов в Америке, которые должны состояться в начале ноября, которые, возможно, очень многое поменяют в американской политике, в том числе и в отношении Украины. А может быть и нет. Об этом мы сегодня будем говорить с моим гостем, журналисткой Кариной Орловой, которая к нам присоединяется из Вашингтона. Карина, я вас приветствую. Спасибо, что согласились выступить на моем канале. Вы, кстати, раньше на канале Евгения Киселева не выступали, исключительно мы с вами общались в эфире «Украина-24», где я больше, к сожалению, не работаю, и «Украина-24» так сложилось, больше нет. Но прежде чем начать разговор, я хочу попросить всех, кто нас смотрит, пожалуйста, подписывайтесь на канал, который носит мое имя и фамилию. Лайки, пожалуйста, комментарии, вопросы. А у вас есть свой канал, Карина? У меня есть свой канал, который я забросила и не веду, но зато я смотрю Ваш канал и хотела Вам высказать комплименты. Мне страшно нравится Ваше интервью, которое Вы берете один на один. Я их все слушаю и, кстати, забываю иногда ставить лайки. Вот когда Вы говорите, ставьте лайки. Я иногда, ну, ставлю, потому что это работает. А подписаны? Ну, конечно, подписаны. Это сразу. Сразу. Как я увидела Ваше первое интервью, подписалась сразу, даже не посмотрев. Не посмотрев. Ну, спасибо. У нас обширная с Вами, на самом деле, повестка дня. Вот в Киеве, и не только в Киеве, много шуму и много тревоги. Наделываю сообщение о том, что 30 конгрессменов от Демократической партии подписали какое-то письмо, в котором призывают президента Байдена предпринять все необходимые усилия для того, чтобы каким-то образом завершилась война между Украиной и Россией, чтобы были найдены пути к дипломатическому мирному урегулированию конфликта. Если, конечно, это можно называть конфликтом, агрессивную войну, которую Путин развязал против соседнего государства. Что это за история вообще? Откуда эти конгрессмены взялись? Кто они такие? Насколько они отражают позицию Демократической партии в принципе? Расскажите, пожалуйста. Да, конгрессмены взялись из Палаты представителей. Это ультралевое крыло Демократической партии. Они, в принципе, довольно известны своей такой позиции. Одна из их числа, конгрессвумен Ильхан Амар, еще несколько месяцев назад, прямо вот после начала войны, говорила, что надо бы прекратить помогать Украине и эти деньги направить в Палестине. Это та самая девушка, которая в хиджабе ходит. Да, она из Сомалийка и эмигрантка. Это ни в коем случае не делать ее лучше, ни хуже, просто факт. Обычно, когда они говорят, говорят это. Да, так что, в принципе, позиция вот этого крыла неудивительна. Когда я увидела новость об этом письме, я вообще ни разу не потревожилась, потому что я сразу увидела имена в числе топ-подписантов. Сразу стало понятно, что это ультралевое крыло, и сразу стало понятно, что пойдет оно, в общем-то, туда же, куда пошел русский военный корабль, на самом деле. И Белый дом сразу сказал, что отверг, не то что отверг, отверг даже идею таких предложений. И что вы думаете, буквально час-два часа назад стало известно, что эти самые конгрессмены отозвали свое письмо. Теперь они говорят, что это письмо было написано вообще-то еще несколько месяцев назад, Черновик. А опубликовали его помощники конгрессмена какого-то, вот из них, из этого числа, не согласовав. И вообще они не понимают, как это письмо, кто его опубликовал. Ну, в общем, понятно, да, объяснение, конечно, никуда не годится. Ну, на самом деле, вы же лучше меня знаете, что помощники сенаторов и конгрессменов – это такие особые ребята, которые иногда на себя очень много берут. Ну, нет, нет, письмо президенту США Джо Байдену, чтобы направил помощник, ну, это же надо быть совсем безголовым. Да, естественно, это они опубликовали, просто, ну, поняли, что попали как бы в нехорошую ситуацию. И, кстати, ну, нужно отдать должное им, да, то, что там хотя бы, в отличие от того, что говорят республиканцы, опять же, из ультраправого крыла, да, там не было слов о том, что необходимо прекратить поддержку Украины. То есть там говорилось о том, что мы Украине будем помогать, ну, понятно, иметь в виду прекратить прямо сейчас, потому что в целом смысл этого письма заключается в том, что давайте быстрее урегулируем, чтобы что? Чтобы Америка прекратила помогать Украине вообще, как бы, чтобы там, да, все это перестало быть американской проблемой. Вот забавно, кстати, описывает американская пресса то, что произошло. Они говорят, что вот эти вот кучка этих демократов, они, как это, dropped, ну, как это, использовали D-word, да, это по аналогии вот есть в Америке запрещенные слова, которые нельзя произносить, допустим, F-word, да, F-слово или N-word, а это D-word. D-word – это дипломатия, дипломатия. И вот политика, например, пишет, что дипломатия не только неприемлема, да, сейчас в отношении Путина и России, но даже предложения о дипломатии неприемлемы, что прекрасно показала реакция, тут же, мимолетная, совершенно сиюминутная реакция, да, на это письмо со стороны Белого дома совершенно однозначная, вот, которая, собственно, привела к тому, что это, оказывается, письмо было неправильно опубликовано, и его отозвали. Так что, смотрите, беспокоиться об ультралевом крыле демократической партии не стоит, потому что оно, конечно, примерно столь же безумно, сколько и ультраправое крыло республиканской партии, но, в отличие от последних, ультралевые демократы не захватили повестку демократической партии, они не являются мейнстримом, и их предложения, они не попадают в мейнстрим. И вот Джо Байден, кстати, между прочим, у ультралевых уже пару раз киданул, честно говоря, на протяжении своего президентства. Ну, вы же знаете, что существует определенный дискурс, скажем так, в русскоязычном информационном пространстве, или, скажем так, даже не в информационном пространстве, а вот в этом пространстве, где кто только не выступает в роли там блогера, комментатора, интерпретатора действительности, и есть достаточно популярные блогеры, видеоблогеры в том числе, которые, в принципе, говорят, что демократическая партия – это левая партия, что демократы – леваки и так далее, и тому подобное. Это неправда. Демократы никакие не леваки. Есть абсолютно центристский истеблишмент, куда входят Нэнси Пелоси, Джо Байден, я там, не знаю, Чак Шумер и все. Ну, как бы такие, да, истеблишмент демократической партии. Ни одно предложение ультралевых демократов еще не прошло никуда. И, кстати, в связи с чем они были очень огорчены по поводу Джо Байдена. У них вообще были опасения изначальные, да, давайте сейчас немножко такой контекст общеполитический, да. Ультралевые демократы не хотели Джо Байдена. Они подозревали, что он не будет проводить ультралевую повестку, и он, кстати, не проводит. Байден – центрист, и демократы… Обама тоже, конечно, какой же он ультралевый? Суперцентрист, самая ультралевая, давайте в кавычки возьмем, то, что Обама сделала, это ввел вот Обамакер, да. Ну, боже мой, запретил страховым компаниям повышать медицинские страховки произвольно, да, просто и обеспечивал несколько миллионов человек страховками. Но это супер ультралевое достижение. Давайте одну вещь скажу. Я знаю, что большинство зрителей, вообще людей в Европе и в постсоветском пространстве, например, не знают, что в Америке нет гарантированного ухода по пособию, пособия отпуска по уходу за ребенком, там, для матери или для отца, понимаете? Ну, вот не гарантированно. Вот ты рожаешь ребенка и выходи на работу. Если тебе работодатель даст две недели с барского плеча, окей, законам ничего не гарантированно. И так и через две недели все выходят. Какой же это социализм? Какое же это ультралевое государство? Это супер ультраправое государство. Подождите, подождите. Давайте не уходить в тему декретного... Я что-то понимаю, это важно. Нет, я понимаю, что это важно. Но важно другое, что все-таки Обама левый и не левый, но отличался тем, что, скажем, у него была специфическая внешнеполитическая повестка. Правда? Да, абсолютно. И вот недавно он дал некое интервью, достаточно пространное, где подробно говорил об Украине. И многие люди, как я понял, восприняли вот это интервью Обамы как программное. И что в нем якобы содержится некий месседж, а он все-таки человек весьма популярный по-прежнему в рядах демократов, что надо бы как-то вот не доводить до греха в сложном треугольнике отношения между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. Да, имеется в виду, конечно, Обама напрямую говорил, что нельзя доводить до непосредственного столкновения России и НАТО или США. И я ознакомилась с этим интервью, она много шума наделала в русскоязычном комьюнити, было перевернуто 20 раз. Ну, смотрите, я, конечно, Обаму очень люблю, у меня, правда, очень нравится, я считаю, одним из лучших президентов, но с ним здесь я, конечно, невозможно согласиться. И самое печальное заключается в том, что один раз Обама уже ошибся в отношении Путина, но не то, что как бы в отношении Путина ошибся, это была... Вот я его за это не люблю, вот вы знаете, честно вам скажу. Но Обама немного больше, чем это, понимаете? Обама все-таки был президентом США. Да, и для США он сделал гораздо больше, чем он не сделал для вот части вот этой вот европейской, да, скажем так, или там в контексте Путина. Поэтому, ну, конечно, с Путиным он феноменально просчитался и продолжает, то есть он продолжает считать, что с Путиным вот надо идти там на дипломатию, да. А с другой стороны, он не сказал ничего про какие-то там мирные переговоры или вот это все. Он сказал, что совершенно отсутствуют дипломатические каналы, а это очень важно, и что их сейчас меньше, чем, допустим, во времена даже там из-за Карибского кризиса. И здесь он прав, он не уточнил, как именно, но я скажу, в чем он прав. Вот, например, знаем ли мы точно, что до Путина донесли, что будет, если он применит тактическое ядерное оружие. Вот американцы уже как только не сказали, и Джейк Салливан официально выступает, да, и через прессу делаются, да, как бы заявления и под запись, и не под запись. Однако, мы не знаем, получает ли Путин. Очень много было интервью Петреуса было, помните, да. Бывшего директора ЦРУ, где он очень подробно говорил. Ну, это бывшие, а потом уже дошло даже до действующих чиновников. Вопрос, донесли ли это до Путина? Мы знаем, что Путин телевизор не смотрит, интернет, ну, он сможет свой телевизор, первый канал, да. То есть мы не знаем, донесли ли это до Путина, потому что мы знаем, что до него доносят ложную информацию, да, и это все теперь знает весь мир, потому что он совершил ошибку, он просчитался, начав войну против Украины. Он совершенно очевидно рассчитывал на один исход, да, получил другой, просто потому что он не обладал информацией. Вопрос, обладает ли он информацией о том, о последствиях, которые его ждут неминуемо, даже Байден уже об этом говорил, да, или нет. Вот, конечно, дипломатические каналы для таких вещей нужны. Например, американцы использовали те же самые дипломатические каналы, да, но мы сейчас говорим в широком смысле. Дипломатические каналы – это не только, там, Блинкин, Лавров, да, но и любые другие. Вот, например, директор ЦРУ, когда приезжал в Россию в октябре-ноябре, он разговаривал с Патрушевым. Вот теперь мы знаем, что он пытался донести до российского руководства информацию о том, что будет, если Россия вторгнется в Украину. Тогда уже американцы знали, что Путин собирается это сделать, и пытались его отговорить. Вот, понимаете, не донесли. Вот в том-то и дело, что, ну, либо не донесли, либо Путин, либо донесли. А разве тогда Уильям Бёрдс, бывший посол, кстати, Соединенных Штатов в Москве, который потом стал вот уже при Байдене директором ЦРУ, он не встречался тогда с Путиным, когда приезжал? Слушайте, я вот не помню, он то ли встречался, то ли с ним разговаривал как-то, я не знаю, точно у них стоялся разговор. По-моему, даже, может быть, он с ним встречался. А, ну, хороший вопрос, кстати. Вот, да, ну, донесли, ну, тем более, если с Путиным встречался, то донесли, или разговаривал он с ним. Ну, что-то было такое. Ну, смотрите. Ну, вообще, у меня в памяти господин Бёрдс в роли американского посла в Москве остался, как, знаете, такой умиротворитель. Вот до него был послом Энди Вержбул, Сэнди Вержбул, который был как раз, ну, скажем так, очень критически настроен. Насколько, может быть, посол критически настроен по отношению к главе государства, где он аккредитован в качестве дипломатического представителя своей страны. Но я прекрасно помню, что Бёрдса присылали как бы с миссией вот этот вот, ну, скажем так, излишний интерес к альтернативным источникам информации, излишнее количество встреч с представителями оппозиции, которым решил господин Вержбул свести к минимуму. Ну, смотрите, вопрос, конечно, в том, чем Бёрдс является, тоже хороший вопрос, потому что он все-таки дипломат. Это человек, который проводит политику администрации, да, и там государство. Ну да, ну, все же говорят, что есть как бы два крыла в администрации, что с одной стороны есть Блинкин, а есть Салливан. А вот, знаете, это придумали, да. Вот, мне кажется, это все пошло, честно говоря, раздуто было, я бы так сказала, да. Вот этими вот самыми вот тех, кого назвали, вот те, которые себя экспертами называют, они эксперты по всему сразу, если что, они эксперты по ковиду, по Китаю, по России, по Украине, по военной эксперты, вот всякого рода, по Байдену. Вот, значит, вот они тоже вот раздули вот эту историю про то, что есть вот плохой Салливан, есть хороший Блинкин, то есть вот люди просто черно-белый мир, да. Вот, на самом деле сейчас уже было, там было, конечно, расхождение, да, между Блинкином и Салливаном, но этого давно уже нет, уже, по-моему, все стали ястребами в демократической партии. Вот представьте, как удивительно, да, исторические республиканцы всегда были ястребами, а теперь все поменялось, республиканцы уже, вон, глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти уже говорит, что невозможно Украине, да, мы не будем ей бесконечно выписывать бесконечно пустой чек, белый чек, да, то есть незаполненный, сумму вписывай сам, пока наши там американцы вот страдают от высоких цен на бензин. Вот это уже серьезный сигнал. Вообще, спорный вопрос, вы знаете, Карин, я вот тут с вами не готов согласиться относительно того, кто был ястребом, а кто был голубем. Смотрите, ну, это как считалось, смотрите, отношения между Советским Союзом и Америкой при Эйзенхауре в каком-то смысле были лучше, чем отношения между СССР и США при Кеннеди, потому что у Кеннеди была такая жесткая повестка дня, по продвижению демократии во всем мире, а смотрите, Никсон, республиканец, кто подписывал всякие соглашения с Россией, республиканец, Никсон, я имею в виду, вот первое соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений, о предотвращении ядерной войны, и при Никсоне была так называемая разрядка международной напряженности. Я согласна с вами. А при Картере, наоборот, отношения стали напрягаться из-за того, что Картер выступал в защиту прав человека. Я-то с вами согласна, просто на самом деле отсчет, я только не успела договорить, что отсчет идет с Рейгана, вот как бы, особенно это вот популярно, да, в русскоязычном, опять же, постсоветском комьюнити. Все обожают Рейгана, да, обычно все постсоветские граждане, ну, большинство, они республиканцы, и когда их спрашивают, а почему ты республиканец, да, ну, там вот республиканцы разделяют совершенно дикие взгляды, там, против абортов, да, гомофобная партия, в принципе. Не целиком, но вот, а они говорят, а вот-вот Рейган, вот Рейган развалил Советский Союз, вот так это и считается, на самом деле. Ну, вообще-то, сначала он пошел на переговоры с Горбачевым. Это не важно, это не важно все, потому что все вот, правда, послушайте, ну, я тут в этом кругу, это на самом деле, я с вами согласна, я тоже считаю, что так и есть, но, как бы, вот считается, что, и со времен Рейгана, как бы считается, что республиканцы были такие ястребинные, а демократы были более, ну, они вот, понимаете, просто это тоже, я с вами согласна, потому что у Обама была своя линия, да, свое, как бы, свое видение. В Америке, как и Шайнин, Хаусен и Ел, сияющий дом на холме, да, это есть, есть, есть такая вот ветвь, и он пытался к этому Америку привезти, да, и демократы... Это, кстати, у Рейгана был, и сияющий дом на холме. Ой, да, я думала, у него было все для богачей. Нет, 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 серьезно, странно. И это тоже у него было. Тоже было, да, сияющий дом богачей на холме, наверное, у Рейгана так было. Вот, сейчас все-все подумают, опять же, что я левак. На самом деле, я не левак, просто последствия вот Рейгановских реформ, экономических, мы и налогов, мы наблюдаем до сих пор. Когда средний класс просто исчезает, разрыв между бедными и богатыми приближается к странам типа России, что недопустимо. Ну, ладно, это отдельная история. Так вот, республиканцы, конечно, были истребинно настроены. Ну, то есть, опять же, они как бы стояли в оппозиции. Это вот была администрация Обамы, да, который действительно был слишком миролюбив к Путину. Ну, не потому что он именно к Путину был миролюбив, да, а потому что он занимал другую позицию в целом, и это укладывало его. Ну, и в Сирии проявил слабость, ведь можно было по-другому. Абсолютно, согласна, согласна. По сути дела, отдал Сирию в итоге-то, отдал Путину с Башаром Асадом. Да, и как сейчас мы видим, Сирия стала просто полигоном для испытаний путинского, ну, хоть какое-то там оружие. Я не знаю, тактик тренировки Вагнера. Вагнер, кстати, я так понимаю, на Сирии вообще вот, ну, вырос и возрос. И сейчас мы приходим к тому, что, оказывается, Евгений Пригожин – это тот самый человек, который посмел Путину высказать все в лицо. Меня, кстати, шокировало это новое совершенно. Я вообще не ожидала, что это Пригожин. Да, и, кстати, выяснилось, что вроде бы и поставки вот этих самых иранских дронов идут через Сирию. О, прекрасно. Ну, то есть, конечно, это была большая колоссальная ошибка. Особенно вот это вот проведение, как это всегда Обаме будет помнить красных линий, которые он потом уже и не соблюдал. Да, ну, вот. Так что, если чуть-чуть возвращаться вот к интервью, которое Обама сейчас дал, да, то есть, в принципе, он ничего такого крамольного-то там не сказал. Но, опять же, вот он, мне кажется, это немного происходит из его… Ну, Обама упрекают. Я вот раньше этого не видела, он теперь сказал, он согласится в некотором таком нарциссизме. Просто Обама, видимо, считает, что вот он сам, поскольку такой человек, как бы, ну, порядочный, хороший, и он там, да, то есть, и вот, и поэтому вот он мог договориться, да, или там он мог вот как-то, там, не знаю, приструнить Путину. Она делала не в нем вообще, делала в Путине. Путин просто отморозок, да, тут не важно, кто, просто метод важен, не важно, какой человек с ним разговаривает, важно, какие методы применяются по отношению к Путину. Методы должны быть самые суровые. Вот, поэтому Обама, конечно, до сих пор не может этого понять искренне, что ли, и до сих пор считает, что вот так и нужно. Ну, ничего страшного, он, во-первых, 20 раз оговорился, что он абсолютно этот частный гражданин, он не участвует в принятии решений, он не является политиком, и просто вот это его мнение. Кроме того, он сказал, что у него нет информации разведывательной, интеллиженса, он сказал, что у меня нет достаточных интеллиженс, поэтому я не могу делать, как бы, ну, выводы, да, правильные. Вот как просто гражданин, да, вот как эксперты, вот смотрите, Обама хотя бы бывший президент, у него хотя бы был доступ к интеллиженсу, а вот эти эксперты, которые по всему, да, они же вообще никто, но они тоже высказываются, и они высказываются гораздо жестче, чем высказываются Обама. А, кстати, интересно, а бывших президентов брифингуют по вопросу национальной безопасности, по-моему, все-таки какой-то доступ к информации в них есть. Да, и там была большая история с Трампом, потому что, конечно, вопрос, да, как вот брифингуешь человека, который непонятно чем занимается. А вот вы раз Трампа вспомнили, давайте-ка быстро перескочим на эту тему, потому что меня, и я думаю, не только меня страшно волнует, а что там с повесточкой-то, которую ему выписали? Неужели дело идет к тому, что его будут действительно судить за события, связанные с 6 января 2021 года, когда была, по сути дела, предпринята попытка госпереворота в Соединенных Штатах? Совершенно верно. Вы сейчас про повестку, которую мы выписали, комиссия по расследованию 6 января, да? Ну, конечно, Трамп, конечно, может согласиться пойти, хотя я сомневаюсь в этом. Точно он не пойдет, хотя для него было неплохое бы поблизости, да, но не пойдет, испугается, потому что он понимает, что дело пахнет уголовным делом. Ну, сразу вопрос, а он может проигнорировать эту повестку? Потому что вот Стив Беннон, его советник, который проигнорировал повестку, получил за это, по-моему, 4 месяца тюрьмы, да? Да, да, совершенно верно. И не только там, да, были выпущены, как это сказать, Конгресс осудил их, да, там за неуважение Конгресса у нескольких людей, отказавшихся давать повестку, было дела, перенаправленные в Минюст. Трамп, конечно, может проигнорировать, но он-то пойдет в суд, да. У Стива Беннона просто, ну, вообще не было никаких оснований, как бы, прикрываться какой-то там executive privilege, потому что он вообще к тому моменту уже не занимал никакую должность в государстве, да. Трамп все-таки был, ну, выбранным должностным лицом, поэтому у него, на него, ну, есть такое понятие, как executive privilege, и он может, да, прикрыться. Понятно, это пойдет в суд, он будет это оспаривать, вот, и, ну, я не знаю, на чью сторону встанет суд, кстати, хороший вопрос. И, да, ну, это все затянется, понятно, что, скорее всего, Трампа мы не увидим, потому что хотя бы даже если взять сроки разбирательства, потому что будет суд, потом апелляция, потом еще одна апелляция, вот, это все будет достаточно долго, и все равно демократам надо, ну, комитет, вот, можно говорить демократам, там всего два республиканца туда входят, в этот комитет, им нужно как-то это заканчивать, да, подводить итоги. Ну, у Трампа, на самом деле, гораздо серьезнее обстоят дела в Джорджии, вот, в Джорджии, где его расследуют на уже, на совершение вот абсолютно уголовного деяния, да, на преступление, когда он звонил госсекретарю штата и пытался есть запись этого звонка, и он просто говорил, цитата, достань мне эти 12 тысяч, сколько-то там голосов, на которых больше набрал Байден, и вот Трамп просто буквально открытый, да, прямым текстом сказал, дай мне эти глаза. А там идет уголовное расследование, там вызвали нескольких высокопоставленных соратников Трампа, в том числе сенатора Линдси Грэмма. Линдси Грэмм пытался оспорить эту повестку, ничего не получилось, суд сказал, вот, только что пару дней назад, что Линдси Грэмм обязан явиться, его вызвало, кстати, гранд-джюри, большое жюри, это важно, ну, серьезно, обычно, когда гранд-джюри собирают, это прокурор перестрахуется, да, потому что такие повестки очень трудно оспорить и такие решения, да, вот, и там Линдси Грэмм будет давать показания, также Руди Джулиани, если я не ошибаюсь, ну, Джулиани-то, понятно, там, только наврет, а вот Линдси Грэмм может что-то такое интересное рассказать, и, вот, и там у Трампа реально больше всего шансов, да, и так, больше всего шансов на то, что против него заведут уголовное дело, вот в Джорджии у Трампа, да. Но у него же есть еще и финансовые дела, это отдельная история, да, ну, мы-то говорим сейчас про выборы, да, но про финансовые дела, да, в Нью-Йорке тоже ведется расследование, и вызывали, кстати, на дачу показаний детей Трампа, и там уголовное дело тоже есть, и гражданские иски, вот, так что все серьезно. С финансовыми, понимаете, тяжелее, как бы, мне кажется, здесь, потому что, я не знаю, я думаю, что Трамп там может уйти от ответственности, хотя, ну, потому что он может свалить вину там на своих детей, на еще кого-нибудь, вот, а все-таки здесь, в контексте выборов. Вот эта история, простите, с секретными документами. О, да, кстати, все уже забыли, конечно, она длится, ну, там, да, ну, длится, конечно, она длится, там большое идет разбирательство с тем, что Трамп пытался провести, назначить своего, как сказать, человека, который будет наблюдать за этим процессом, да, то есть, как бы, независимого, ну, вот, есть ФБР, которое пришло с обыском к Трампу, изъяло документы, а Трамп затребовал назначить какого-то независимого супервайзера, ну, как бы, да, типа независимого, хотя он предложил всех зависимых, чтобы наблюдать за этим процессом. Да, вообще не буду вас утомлять подробностями. Но суть дела заключается в том, что он нарушил правила хранения секретных документов, да, которые были в его распоряжении. Ну, там даже больше, там, на самом деле, серьезнее история, потому что, ну, как бы, нарушил правила хранения документов, такое бывало, кстати, я читала в прессе, там приводились исторические примеры, когда президенты, ну, не со зла, там, какие-то документы не туда взяли, переложили, конечно, никого за такое, да, уголовное дело не будут заводить, это, ну, смешно. А речь-то идет о секретных документах, топ-секретных документах, которые в частности касаются, часть этих документов касаются ядерной программы какой-то третьей страны. Вроде бы, как не США, потому что речь идет о третьей стране, да, значит, вопрос, а что это может быть, да, и почему Трамп эти документы забрал, кому он их мог отдать, показать, продать, расплатиться с ними, потому что мы уже знаем, как торгуют вот информацией, да. Это было все очень ясно нам показал на своем примере Пол Монафорт, глава штаба Трампа избирательного недолгое время. Пол Монафорт попал в жуткие долги, у него были судебные тяжбы с Олегом Дерипаской, Монафорт то ли украл у Дерипаски деньги, в общем, взял и не вернул на какой-то проект, ну, вот, и Дерипаска с ним судился, Монафорт ему много денег был должен, и в итоге он пошел работать к Трампу, главой штаба, бесплатно, да, и дальше проходили какие-то секретные встречи между господином Келимником, который работал на Дерипаску, а также является, по утверждению американской прессы, сотрудником российской разведки, вот, Келимник летал на частном джете Дерипаски в Нью-Йорк, встречался там в сигарной комнате с Монафортом, ну, понятно, что Монафорт торговал информацией. Он при этом еще был важным сотрудником администрации президента Януковича, работал. Да, да, конечно, Монафорт, конечно. И с Томим Януковичем, и с главой администрации тех времен, с Сергеем Левочкиным. Да, да. И с Монафортом он работал. Да, это вы про Келимника, а Монафорта сам Монафорта. Да, про Келимника, который, ну, я своими глазами видел, как Келимник ходил вместе с Монафортом по городу Киеву и помогал ему общаться с политиками, с журналистами в качестве переводчика и советником. Да, да, и сам Монафорта Янукович работал. Нет, там все там такая история, и как бы это просто было наглядно, понятно, да, вот просто как это происходит. Понятно, что человек, когда, то есть обычно люди по-другому делают. Вот они идут в правительство, работают, а потом уходят, становятся там лоббистами, торгуют доступом, да, там, связями и так далее. А можно ведь по-другому, если ты кому-то задолжал, ты можешь расплачиваться тем, что... Так, секундочку. Давайте сухой остаток подведем, Карин. Мы с вами много чего знаем и с таким увлечением пытаемся все, что мы знаем, рассказать нашим зрителям, что можем их запутать. Вот простой вопрос. Трамп, имея в виду его финансовые проблемы, связанные с делами, которые расследуются о финансовых злоупотреблениях его бизнесов. Трамп, у которого проблемы с историей про 6 января 2021 года и, возможно, причастность его к этим событиям, попытке захвата Конгресса. И давление, кстати, на вице-президента и на Сенат, которые должны были тогда утверждать результаты президентских выборов. С учетом вот этой истории с секретными документами, о которых мы с вами говорим, и с учетом вот всех этих проблем, он может опять успешно выдвинуться в президенты США и даже выиграть на выборах? Ой, вот эти все юридические проблемы судебные никак не помешают Трампу выдвинуться. Вот это точно то, что ему не помешает. Все его сторонники поддерживают его безоговорочно, безоперационно. Для них это все большой сговор дип-стейт, евреи. Они же, между прочим, с помощью космических лазеров устраивают пожары лесные в Калифорнии. Вот это все, это все, конечно, сговор против Трампа, и он вообще невинен, как слеза младенца. Здесь никаких сомнений не должно быть, да? Так, а конкуренты у него в республиканской партии есть? Нет, вот смотрите, республиканская партия точно не хочет Трампа. То есть она хочет, конечно, чтобы Трамп помогал им избираться в Конгресс или выигрывать выборы, но вот Трампа она точно не хочет. Рон де Сантис, это губернатор Флориды, это самый вероятный кандидат, единый кандидат республиканской партии. И вот в Вашингтон-Пост месяц или два назад они делали свой собственный рейтинг, да, вероятных кандидатов от республиканской партии. И они впервые, они прям даже оговорились, мы ставим Рона де Сантиса вперед Трампа. Они поместили де Сантиса на первое место по шансам, а Трампа на второе. Вот, значит, я тоже с этим склонно согласиться, потому что Рон де Сантис, с одной стороны, он такой ультраправый, да, он там против абортов, против ковида, с другой стороны, он человек эстеблишмента, вот он будет для республиканцев, он понятный, может там свои дела проворачивать, он не непредсказуемый. Ну, вы знаете, ведь, вы же помните, в 16-м году республиканская партия поначалу тоже не очень-то хотела победы Трампа. И там были другие кандидаты, другие фавориты, там был один из Бушей, Джек Буш рассматривался как сильный кандидат, там был Марко Рубио, да, которого тоже расценивали как молодого политика с большим будущим. А в результате выбрали Трампа. Да, ну вот смотрите, я вот продолжала говорить, продолжаю говорить о том, что Трамп не пойдет на выборы сам, и у меня есть к этому еще одно новое доказательство. Может быть, вы точно следите за американскими новостями, вы, наверное, читали, что вот в процессе расследования вот этого комитета по расследованию 6 января конгрессменам удалось установить, что Трамп, там свидетельские показания есть, что Трамп прекрасно знал, что заявление о том, что выборы вот в Джорджии, в Аризоне украдены и подтасованы, не обоснованы. Там прям есть доказательства. То есть это не то, что Трамп реально сам верил, что у него украли выборы. Нет, он прекрасно знал, что это все чушь собачья, что никто у него еще не украл, что не было никакого мошенничества, не было вот то, что они там рассказывали, я не знаю, в русов, вмешавшихся венесуэльцев, ЦРУ и так далее. Значит, он прекрасно знает, что он проиграл выборы. Значит, чтобы пойти на новые выборы, он понимает, что ему нужно добрать вот те голоса, которые он проиграл. Это 7 миллионов, пусть с учетом джерримандеринга, да, и там этой системы, они просто сейчас перерисовывают карты избирательных участков, пусть с этой системой выборщиков, пусть будет не 7, а 5 миллионов, да. Но еще нужно еще чуть-чуть больше набрать, чтобы выиграть. Вопрос, где он возьмет эти голоса? Потому что уже тогда, уже тогда часть, совершенно очевидно, республиканцев, ну, я не знаю, не голосовала за него, очень много демократов давно их проголосовывали. Короче говоря, где взять эти голоса? Их взять негде. Особенно учитывая то, что Трамп последние два года не находится, с момента отключения его от Твиттера, не находится в инфляционном пространстве. Да, там какие-то... А сейчас Илон Маск купит Твиттер и позволит Трамп опять... Вот это, вот это серьезная история, да. Трамп, конечно, Твиттер будет для него огромным таким, да, бустером, и это просто мегафон. Потому что Трамп — это медиапаразит, смотрите. Нет, если Трампа нет в медиапространстве, Трампа просто нет. Настоящий медиапаразит. Опять же, вот в руссказичном Ютубе таких медиапаразитов... О, они поэтому все так Трампа любят, они сами такие же. Ну вот, значит, если Трамп получит доступ к Твиттеру, у него огромная площадка открывается, он возвращается в медиапространство, да. Конечно же, какие-то сторонники там у него увеличатся, их число. Но, кстати, даже не только я. Вот есть такая консервативная комментаторша Ан Культер, такая блондинка, довольно известная, и она уже второй раз подряд пишет колонки о том, что Трамп издан, типа, все, с Трампом покончено. У него вообще, типа, никаких шансов. Она говорит, что у него действительно есть вот его сторонники. Они очень ярые, очень громкие и очень, как бы, ну, безумные. Но при этом их очень ограниченное количество. И в основном они путешествуют за Трампом, вот, да, вот на каких-то ралли он выступает по стране. И это одни и те же люди, собственно, они там, ну, плюс-минус, да. То есть огромной поддержки десятков миллионов людей у Трампа нет. Поэтому я думаю, если он и попробует выдвинуться в президенты, только чтобы избежать ответственности, как раз привлечения к ответственности по одному из дел. Потому что, конечно, это будет совершенно другое, уже другой расклад. Тогда Трамп будет заявлять, что его просто политически преследуют. Ведь в Америке больше нет демократии, правильно? Потому что Байден – это, ну, зло, и вообще это авторитарный лидер и так далее. Вот, и тогда, конечно, я думаю, что здесь вообще идет игра. Я думаю, что вот все, что касается возможного уголовного преследования Трампа, оно как раз вот зависит от вот этого избирательного цикла. Потому что, в принципе, у кандидатов, ну, есть какой-то дедлайн, порог неформальный, когда они могут вступить, а есть, кстати, и формальный, в угонку. Вот, я думаю, что все ждут, да, потому что, в принципе, избирательный цикл начинается вот уже, вот, весной 2023 года. Все уже будет понятно, начнут объявлять, да, своей компанией кандидаты. И Трамп, конечно, очень на скользкой дорожке находится, потому что, ну, кто-то может подумать, а что ему мешает вступить все равно в угонку? А я вам скажу, что, потому что Трамп совершенно точно не любит и не хочет проигрывать. И, ну, ему придется вести компанию, тратить на нее какие-то деньги, а это он тоже не любит. Он любит только собирать деньги, конечно же, вот, все время заигрывать с идеей своего будущего президента, второго повторного, да, это очень выгодно, потому что люди продолжают присылать ему деньги. Вот, а тогда будет совершенно другая игра, да, и опять же, в 16-м году Трамп сам совершенно не верил, и он знал, что он вот так, он знал, что он проиграет, хотя он выиграл, вот, но он ничего не ждал. То есть у него ожиданий было ноль, и он как бы, да, ну, вот, отлично, типа, повеселился, и тут он выиграл. А вот в 20-м году у него были реальные шансы выиграть. У них действительно был очень, очень маленький разрыв с Байденом, да, было непонятно, кто выиграет. И Байден, да, в итоге он набрал на 7 миллионов голосов больше, но вот если посмотреть по штатам, там самый большой, по-моему, Висконсин дал преимущество, да, из вот этих вот неопределившихся. И это всего было 80 или 102, или в Пенсильвании 120 тысяч голосов. Ну, в общем, что-то в районе 100 тысяч голосов, совсем маленькое количество, да. Вот, гонка была такая очень напряженная. А сейчас у Трампа гораздо меньше шансов выиграть, у него гораздо больше шансов проиграть, ну, где-то нельзя делать. Ну, да, и там же, я так понимаю, происходят еще вот те же процессы демографические, политико-демографические, которые наметились на прошлый выбор, когда Джорджия стала, всегда республиканская Джорджия, ну, не всегда, а на протяжении многих лет республиканская Джорджия стала штатом, поддержавшим кандидата демократов, Аризона, да, и, по-моему, резко сократился разрыв между сторонниками демократов и республиканцев в Техасе, да, ведь помните, там очень важный... Ну, очень важный, 38, по-моему, там выборщиков от штата Техас, и это, что называется, золотая акция на выборах. Но параллельно с этим происходит другой процесс. Многие латино, латино-вотер, да, как латино-американцы... Американцы латиноамериканского происхождения. Ну, да, не только из Латинской Америки, а также Центральная Америка, а также Мексика, да, это другая часть. Вот, поэтому они, у них наблюдается сдвиг в пользу республиканцев. И, например, сейчас надо наблюдать за Невадой. Там идет очень интересная гонка, в которой может победить, которая считается, там, избирается от демократов латино, женщина латино, да, и она очень вероятно может проиграть республиканцу. А в Неваде гигантское число избирателей латинос, да, и если они проголосуют за республиканца, то есть, да, это будет просто показывать нам, куда движется страна. И уже были, мы уже на 20-м году наблюдали, да, за сдвигом вот этим, да, латино-избирателей, а их огромное число. То есть, понимаете, да, в какой-то момент латинос будет больше в Америке жить, чем, ну, белых американцев, чем каких-либо других, или тем более чернокожих. Вот, поэтому здесь все вот где-то в одном месте прибыло, да, в другом месте убыло, и не очень понятно, что происходит. И самое ужасное, что у демократов нету хорошего кандидата до сих пор, да, на 2024 год, поэтому Байден говорит, что он будет избираться. Естественно, он же не хочет быть хромой уткой, да, естественно, он говорит, да, но он оговаривается, что если у демократов будет хороший кандидат, естественно, он не пойдет. Но, естественно, пока Байден, как действующий президент, самый лучший кандидат. Камала Харрис, к сожалению, у нее нет шансов, я еще давно слышала, еще там Белый дом проводил закрытые опросы по Харрис, да, и вот они выявили очень негативное ее восприятие, да, вот у нее практически такая же какая-то вот негативная харизма, как у Хиллари Клинтон была, вот непонятно, вот не нравится. Идет республиканцев с женщинами, прям беда. Демократам, демократам. Демократам, да, извините, оговорился, оговорился. Пожалуйста, Карина, давайте коротко, вот у нас пять минут еще, я хотел бы, если угодно, в режиме Блиц задать несколько вопросов. Маск, Илон Маск, дадут ему купить Твиттер? Мы уже коротко об этом говорили, потому что он же обещал, если куплю Твиттер, то верну Трампу его аккаунт, потому что хочу тотальной свободы слова. Надеюсь, что нет, надеюсь, что американцы, американское правительство зарубит эту сделку по соображению эмоциональной безопасности, потому что там у Маск не только собирается один покупать, там консорциум покупателей, среди них Саудовский Принц, основатель компании Binance Китаец, который известен со связями с Россией, и Катерский фонд благосостояния, который участвовал в сделке по приватизации 10% акций Роснефти. Это была самая грязная сделка в истории. Понятно, понятно. Маск, он аутист, он чудак, он кто? И вообще он говорил, на ваш взгляд, с Путиным? Вот Станислав Белковский у меня выступал несколько дней назад, он абсолютно убежден, что все-таки какой-то разговор у Маска с Путиным был, и Путин его убедил в том, что нужно менять политику в связи с происходящим в Украине, что иначе будет ядерная война. Илон Маск бизнесмен, у бизнесмена, у которого не очень хорошо идут дела, в частности с Теслой, стоимость компании сильно упала, ему нужно добывать деньги, привлекать и вообще как-то держаться на плаву. Он настоящий классический бизнесмен, для которого не существует никаких принципов, ничего. У него единственный принцип и цель в жизни – это сработать деньги. В принципе, бизнес на то и заточен. Поэтому ради денег он сделает все. Я уверена, что у него стоялся разговор с Путиным, потому что человек, который сообщил об этом, и Ян Брэмер, по-моему его зовут, политконсультантом, совершенно невозможно представить, чтобы он наврал об этом, да еще и в рассылке. Поэтому, конечно, разговор был, и там, я думаю, Путин убеждал Маск не в том, что вот Украина там нацисты и так далее. Нет, я думаю, там шли разговоры про деньги. Короче, в связи со всем вышесказанным, я думаю, что американские власти могут вмешаться и воспользоваться имеющимися у них рычагами для того, чтобы не допустить такой сделки. Я правильно вас понял? Я надеюсь на это, очень. Есть к этому предпосылки. Сейчас американцы изучают вопрос, как это сделать. Понятно. То есть вопрос технический, иными словами. Хорошо. В результате выборов, которые должны состояться в начале ноября, я сейчас все время забываю точную дату. Восьмое. Восьмое ноября. Восьмого ноября, значит, выборы, промежуточные выборы в Америке, переизбирают весь состав Палаты представителей, и треть Сената. Как я понимаю, с высокой долей вероятности, Сенат и Палата представителей отходят к республиканцам. Это изменит курс в отношении Украины. Потому что вот очень много было разговоров, опять-таки, про то, что якобы лидер республиканского меньшинства, Митчелл, выступил с какими-то заявлениями, свидетельствующими о том, что вот эта вот существовавшая до сих пор двухпартийная поддержка нынешнего курса в отношении Украины может развалиться. Это вы сейчас про Митча Маконнелла говорите, который лидер республиканцев в Сенате, да? А вот это заявление я не слышала, но он, собственно, констатирует факт. Сам Митч Маконнелл занимает про-украинскую позицию, и Митч Маконнелл принадлежит к истеблишему республиканскому, который борется с Трампом. Вообще у Митч Маконнелла личная война с Трампом, но это отдельная история. Значит, что касается выборов Сенат, кстати, не факт, что республиканцы заберут, а Сенат очень вероятно останется за демократами. Что касается выборов в целом, коротко скажу, вся надежда на женщин. Их впервые, как первых избирателей, да, впервые зарегистрировалось беспрецедентно много на этих выборах. Конечно, это связано с абортами, да, и, может быть, они повернут, да, все, может быть, вот случится чудо, и демократы сохранят Сенат. Может быть, они даже не очень много потеряют власти представителей. Что касается Украины, то тут я скажу вам так. Я думаю, что вот прям через там две недели ничего не изменится. Но если республиканцы поймут, что отказ от поддержки Украины набирает им голоса среди избирателей, и что это является популистской и мейнстримовой позицией, становится в партии, то они, естественно, от этой поддержки откажутся. Как сказал уходящий Барак Абаба последний от красивого разрешения. В 2016 году, сейчас мы знаем это из книги, когда он находился в Белого дома, он сказал своим там коллегам по партии, он сказал, у республиканцев нет морального компаса. Поэтому они будут плыть за Трампом, потому что Трамп им как бы приносит голоса и так далее. Вот он очень важную вещь сказал. У них нет морального компаса, они будут делать все, что угодно ради власти. Это за четыре года президентства Трампа, это было только подтверждено, подтверждается и сейчас. Поэтому нужно готовиться к тому, что вот республиканцы будут действовать в угоду своему избирателю. Это не потому, что они так заботятся об избирателе, а потому, что это гарантирует им места в Конгрессе. А это власть, деньги, влияние и хорошая карьера после окончания, после ухода из Конгресса или там, не знаю, вперед на берегу. Ну, пока, судя по заявлению посла России в США Антонова, который выступил с такими утечками, чтобы американцы предложили свой мирный план, очень жесткий, что Россия должна быть в боевые действия, вывести все войска, включая территорию Крыма, и начать разговор о репарациях. Это хороший план. А что, плохой? Хороший план? Нет, ну, как я понял, смысл заявления господина Антонова, кстати, характерно, что человек, который является сейчас послом в Америке, в прошлом был замминистра обороны России, а такого, по-моему, не было у нас еще никогда в истории советской и российской дипломатии, что бывший замминистра обороны стал послом Соединенных Штатов. Но, судя по интонации этих утечек, не хотят американцы занимать компромиссную позицию в отношении... А в чем там компромисс? Я не поняла. Нет, да, согласен. Нет, он сказал, что разговаривают через губу и выдвигают нам условия, мол, совершенно неприемлемые. Вывод, полный вывод войск, возврат всех территорий, включая Крым и многомиллионные, многомиллиардные, то есть, репарации. Вот все этим и закончится. Сначала мы пройдем короткую фазу того, когда Евгений Пригожин убедит Путина, что он неправильно ведет войну, и надо еще пожестить, потому что для Пригожина это просто деньги, да? То есть он просто требует перераспределить бюджет от бездарного Минобороны к себе на Вагнер. Потом это все равно все закончится провалом, потому что дживелинам все равно, сколько там стоит Вагнеровцев или солдат, или там Хаймарсом, да? Это просто даже не пушечное мясо, это еще хуже, чем оно. Вот, и все закончится этим. Просто счет идет на количество россиян, которые погибнут в этой войне, и, конечно, к сожалению, и украинцев. Говорю к сожалению именно здесь. Россиян мне не жалко. Ну что ж, Карина, спасибо вам большое за этот разговор. С вами можно разговаривать бесконечно, потому что вы просто такой, знаете, кладезь информации обо всем, что происходит в Соединенных Штатах. Карина Орлова, журналистка, которая давно уже работает в Вашингтоне и ведет замечательный телеграм-канал, которым я постоянно пользуюсь для того, чтобы следить за происходящим в Америке. И вам всем советую. У него такое запоминающееся название «Кто убил президента? Как жить?» и «Кто убил президента Кеннеди». Спасибо большое. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал. И, Карин, реанимируйте свой YouTube. А я буду призывать всех и на Ваш YouTube подписываться. Слава Украине! Всегда так заканчиваю все эфиры в Украине. Героям слава! Героям слава! И подписывайтесь на наш канал, который Вы смотрите сейчас. Если Вам нравится, что мы на этом канале делаем, если Вам понравилось конкретно это интервью и прочие материалы, которые у нас еще будут появляться, нажимайте там еще на колокольчик. Вам будет тогда приходить извещение о том, что новое видео выложено на канале Евгения Киселева. Спасибо большое. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok